Возвращаясь к технике использования конюль, конечно же, работа с конюлями, она создает массу возможностей, она, конечно же, более безопасна, если сравнивать ее с иглой, но если правильно выбрать, конечно же, ее диаметр, иногда очень тонкая конюля может сработать как игла, поэтому каждый, конечно же, отдает предпочтение определенному диаметру конюль, но я советую выбирать не тоньше 22G конюли, особенно при работе в переоральной области, а также при работе в переорбитальной области, то есть слишком тонкие конюли иногда тоже могут сыграть злую шутку. Какова же техника использования конюль при увеличении губ? То есть при наличии тонких губ, при узкой красной кайме можно использовать конюль. При этом точки входа конюли делают в проекции Модиолус. Что это такое? Модиолус – это то место, где сходятся мышцы, о которых мы говорили ранее, это мышцы элеваторы и мышцы депрессоры, да, они все сходятся в одной точке, и это прикрепление называется Модиолус. И в принципе инъекцию можно проводить именно с этих точек, либо недалеко от комиссур, либо через комиссур. При этом наполняющий филлер вводят для начала в половину верхней губы, потом в половину нижней губы, и потом повторяют эту процедуру, но с противоположной стороны. При этом следует помнить, напоминаю еще раз, что инъекции проводятся надкруговой мышцей рта на субтермальном уровне.